Дарксир. Таинственный темный провидец. Его единственным собеседником стал король мертвых. Каждое свое заклинание он готовит с особой тщательностью. Этот провидец всегда был отшельником, держал свои секреты в тайне. Благодаря ежедневным тренировкам он достиг невероятного успеха. Такие герои, как он, способны менять ход войны до его начала. Он может создавать магический вакуум и причинять вред противнику. Ионный щит, которым он покрывает как союзным, так и врага, наносит повреждения всем, кто находится поблизости. Также он вызывает волну, придающую ускорение героя. Самым опасным, что умеет делать провидец, считается создание стены иллюзии, которая может создавать образ всех, кто проходит через нее. Душим. Если он просмотрит, ставьте лайк под это видео и подписывайтесь на канал, кто не подписан. Буду рад. Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже, это способность, позволяющая стягивать всех юнитов. Неважно, там, герои, крипы, всех в одну кучу. Это очень прикольная тема в комбинации с определенными героями, но об этом будем говорить позже. Давайте разберем по уровням прокачки данный спелл. Давайте вообще, в принципе, прокачаем. Мы его прокачали. Вот такая вот у нас небольшая АОЕшечка. Нажимаем С, происходит какой-то эффект. Рейндж вот этого каста у нас идет 500. То есть, на расстоянии 500 мы кастуем вот эту тему и стягиваем всех в одну точку. В зависимости от уровня прокачки, вот эта АОЕшка будет увеличиваться и будет наноситься попутно дэмэдж, когда мы будем стягивать. Дэмэдж наносится после того, как мы стянули, то есть в самом конце. Смотрите, на первом уровне будет наноситься 40 дэмэджа и 250 АОЕ будет у нас вот это вот сам вакуум. На втором левеле 80 дэмэджа 350 Е, на третьем 120 дэмэджа 450 Е и на четвертом 160 дэмэджа 550 Е. Монокост у нас тут тоже будут разные. Монокост на первом левеле 100, на втором 130, на третьем 160 и 190 на четвертом. Калдаун 28. Очень просто, в принципе, в понимании. Просто докачаем и вот у нас появляется такая АОЕшка. И вот при юзании, вот сюда у нас персонаж, энеми и крипы, в общем, все стягиваются, наносятся им по окончании данной способности, соответственно, дэмэдж. И, в принципе, все. В комбинировании с определенными персонажами, там, допустим, Слабдар, Акс, все это в кучу стягивается. Там, допустим, СФ, Магнус, это все можно очень круто реализовывать. По калдауну я сказал 28 секунд. В принципе, очень прикольный спелл. Ну и, в принципе, все. То, что рубит деревья, в принципе, это и так все знают. То есть, допустим, мы сюда стягиваем, и он, типа, рубит деревья. Да, я понимаю. То есть, это все прекрасно знают. Это блокируется иммунитетом. То есть, если чел будет в БКБ, мы, соответственно, не сможем его никуда притянуть. Ребят, вот такой вот у нас первый спелл на Дарксире. Поехали на следующий спелл. Так, друзья, следующая способность на нашем персонаже, это способность, позволяющая наносить урон на пассивной основе в АОЕшке, в определенной АОЕшке. 250 у нас будет АОЕшка данного спелла. Этот спелл можно вешать как на союзника, так и на энеми. В принципе, можно вешать еще на Рошана и на Эншента. Очень прикольный спелл со своими плюшками. В зависимости от турной прокачки у нас будет наноситься ДПС. ДПС, то есть, соответственно, на первом левеле будет наноситься 30 ДПС и дэмэдж пер секонд. На втором 50, на третьем 70 и 90 на четвертом левеле. 9 секунд у нас вот этой темы калдаун. Монокос 70, 90, 110 и 130. Длительность. Вот такой вот способности у нас будет целых 25 секунд будет висеть. У нас спелл и определенное количество дэмэджа, которые мы можем без учета ресистов нанести, это на первом левеле 750, на втором 1250, на третьем 1750 и на четвертом левеле до 200 250... 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5... До 2250, извиняюсь, ребят, дэмэджа можно нанести на ласт левель. То есть, соответственно, что нужно делать, чтобы наш персонаж начинал дамажить? Просто подходим к юнитам, к энэми, соответственно, на 250 АОЕ ближе, чем они находятся и начинается такое запиливание, хитпоинты начинают убегать просто как бешеные. И, в принципе, это все. Что нужно еще знать? Можно это кинуть как на энэми, допустим, но мы на энэми кидаем, допустим, ему дэмэдж не будет наноситься, так как щит на нем и он разносит дэмэдж вокруг себя, а не внутрь себя. То есть, соответственно, если наш энэми подойдет к своему тиммейту или просто к своим союзным крипам каким-то, ну или просто к нейтралам, неважно, он будет тех запиливать, но его, соответственно, не дамажит. То есть, это такая тема, допустим, если вам надо очень много надамажить, допустим, кого-то энэми, то эти щиты можно сложить. То есть, соответственно, смотрите, я накинул на себя щит, накину сейчас щит на энэми дума, то есть, допустим, это его будет тиммейт, и тиммейт будет благополучно руинить своего тиммейта. То есть, как бы, понимаете, да, дэмэджа в два раза больше наноситься будет. И, соответственно, можно так до четырех щитов стакнуть, но об этом уже увидите вы в геймплее. Ну, сами подумайте просто, как это можно сделать. Это сделать довольно-таки сложно, но четыре щита это почти невозможно. Три, это изи, это изи, ребят. В общем, вот такая вот у нас способность, вроде ничего не упустил. По БКБшке, в принципе, БКБ, в БКБ этот дэмэдж не будет наноситься, это, соответственно, магический дэмэдж, будет БКБшка полностью блокироваться. Это не баф, не статус, то есть мы накинули и все, его уже никак не скинуть. И, в принципе, все. Можно еще, кстати, на инвизных персонажей накидывать. То есть, допустим, если у вас в команде есть Рикимару, мы накидываем на Рикимару. И Рикимару, соответственно, у нас уже будет бегать в инвизии и всех запиливать. И также это работает на инвизных. То есть, допустим, если мы кидаем на себя щит, то, соответственно, если кто-то рядом с нами в инвизии, он будет в АВЕ-шке 250 хапать дэмэдж и может так умереть. Ребят, вот такая у нас вторая способность. Поехали смотреть третью способность. Третья способность на нашем персонаже позволяет нашему персонажу или просто союзному юниту, или, допустим, даже какому-то крипу бежать быстрее. Это просто такой баф, позволяющий юнита ускорить на максимальное количество movement speed. То есть, 522 сразу становится и тебе плевать. Самая фишка данного спела это то, что на тебе не действуют никакие замедления. Тебе просто пофиг. Ты убегаешь. Все. Как это работает? В зависимости от уровня прокачки я вам сейчас расскажу. Смотрите, на первом левле дается эта тема на 3 секунды, на втором на 4,5, на третьем 6 секунд, и на четвертом 7,5 секунд мы можем бежать просто как бешеные. Calldown у нас 12, 11, 10, 9 секунд. Мана коста 20, 30, 40 и 50 маны. Соответственно, рейндж у нас каст вот этого идет 600. То есть, на 600 расстояние мы можем, то есть, допустим, тиммейт наш далеко находится, и расстояние 600 мы будем кидать. Вот так вот происходит эффект. Вот у нас красивый, и персонаж все, он у нас побежал, у него все хорошо. Как это работает, ну, примерно, я вам сейчас покажу. Смотрите, докачиваем тему, минус рейндж пишем, пишем clear, чтобы нас не задавали этот бар, и, соответственно, кидаем серч. У нас персонаж, смотрите, как бегает. Дают ему хекс, и он такой фигсе просто побежал. То есть, на тебя не действуют никакие замедления, просто в течение того времени, которое тебе дано на то, чтобы ты бегал под данной способностью. Опять-таки, в зависимости от уровня прокачки, у нас это время, соответственно, меняется. Как бы, ребят, ну, вот так вот. То есть, вот такая вот у нас небольшая фишечка, то есть, тебе просто плевать на все замедления, ты даже в курочке можешь просто так быстро убегать. То есть, смотрите, стандартный movement speed, и, соответственно, movement speed, который дает нам серч. То есть, ребят, тут такой вот прикольный спел, ну, просто для того, чтобы или убежать, или ускорить нашего тиммейта. В принципе, все довольно-таки просто, ребят. Ну, это все. Поехали на ультимейт. Что ж, друзья, подошли мы вплотную к нашему ультимейту. Ультимейт у нас очень прикольный, но он такой своеобразный. Вроде, в принципе, прикольный, но вроде и не очень-то прикольный, потому что этот персонаж, в принципе, это персонаж не соло-гейминга, это именно командный персонаж, и, соответственно, ультимейт у него тоже командный. Ну, к сожалению, не для нашей команды, а для команды противников это очень плохой ультимейт. Во-первых, что у нас будет происходить? Давайте, наверное, сначала покажу вообще саму способность, что она у нас делает, я подскажу чуть позже. Смотрите, перед собой Darkseer создает вот такую вот стенку. Стенка у нас имеет расстояние 1000, то есть вот это расстояние, это у нас 1000, вот это конкретно расстояние, и стенка у нас имеет такие параметры, то есть она, кто в нее зайдет, получит урон, урон, как он будет получать, я вам сейчас расскажу. Плюс у нас эта стенка имеет 50 АОЕ, то есть, допустим, ну, если мы близко подходим в упор, то есть, да, все, вот как бы создалась какая-то иллюзия, непонятно, что происходит дальше, и будем сейчас конкретно разбирать. То есть, запомните, АОЕшка вот эту 50, то есть эта стенка вот в 1000 стоит, ну, вот 1000 расстояние, и имеет 50 АОЕ, то есть, ну, по-любому в нее нужно пройти, чтобы что-то произошло. Эта стенка, она называется Wall of Replica, то есть, соответственно, иллюзия, типа, стена иллюзий, да, получается, репликейтов, вот, и что она у вас будет делать конкретно? Те персонажи, которые будут заходить в эту стенку или проходить через нее, будут получать фиксированный урон, равный 150 единиц, ну, маленький, мизерный урон, да, то есть, ну, это не самое главное, но иллюзия, которая появится, она будет наносить определенное количество демеджа с руки, то есть, 60 на первом левеле, на втором 75 и на третьем 90% демеджа от этой иллюзии будет исходить, которое у нас получилось путем того, что какой-то энеми прошелся через эту у нас стеночку, и, соответственно, будут у нас разные тут калдауны, монокосты и каст рейнджа. Калдаун у нас будет 100 секунд на эту стеночку, постоянный, монокост 125, 250, 375 маны, и, соответственно, каст рейндж у нас тоже так же меняется, 500, 900 и 1300. Иллюзия, которая будет создаваться, она получает инкамид, то есть, демедж в себя 300%, но на сайте почему-то написано 400, тут я не знаю, ребят, как прокатиться по инфе, но 300, если тут написано 300, то, по идее, тут и должно быть 300. Как бы вот, в принципе, и все. Стенка стоит у нас 45 секунд. Очень, можно сказать, мощный спелл, но, с другой стороны, ну, блин, такое себе. Касаемо аганима, у нас есть тут аганим на данного персонажа, во-первых, он дает прекрасный эффект, вот такой, смотрите, у нас такие усики появляются, какие-то светятся. И что у нас меняется с аганимом? Меняется у нас с аганимом демедж и иллюзий, то есть иллюзия будет наносить демедж уже больше. С аганимом на первом левеле у нас иллюзия будет наносить 100% урона своего. То есть, с руки 100% будет носить. То есть, сколько тут написано? 80 и 97, это будет 100%. Соответственно, иллюзия столько и будет наносить. На втором левеле 120, на третьем 140% демеджа. То есть, соответственно, иллюзия будет даже бить больше и сильнее, чем сам настоящий, как бы, персонаж. То есть, создаем вот такую стеночку, появилась стеночка, проходит у нас тут один дум прошел, второй дум прошел, создались такие у нас реплики. И посмотрите, как они бьют. Как они бьют. Вот 140% демеджа они наносят. То есть, соответственно, они, по идее, если они сейчас на пвп выйдут против друг друга, то есть реплика против дума, то обычный дум проиграет. Ну, просто, вот просто. Гадалки, по идее, не ходи. А, не, не проиграет, потому что я не учел то, что тут еще, как бы, иллюзия получает 300% демеджа. Ну, вот, какой-то вот у нас вот такой вот простенький, в принципе, ульт, ребят. И более тут, более, ну, реально, нечего добавит. У нас рейндж меняется, меняется у нас монокосты, меняется количество демеджа наносимая, иллюзия. И, соответственно, 150 такого бонус демеджа, который просто у нас персонаж будет получать после того, как прошел стеночку. И, соответственно, ну, вот такая тема. Ребят, что еще нужно знать? Смотрите. То есть, допустим, я прошелся в стеночке, иллюзию убиваю, то есть, допустим, или даже если она не убита, то есть, если я буду после того, как иллюзия уже создана ходить по этой стенке, мне не будет наноситься демедж. Но если я эту иллюзию солью, или ее кто-то сольет, и я опять зайду в стенку, соответственно, я получу 150 демеджа, и опять иллюзия создастся. То есть, ну, такая своеобразная механика. То есть, допустим, если вы иллюзию слили и опять пошли в стенку, то вы, во-первых, создадите опять эту иллюзию, во-вторых, вы получите опять 150 дэмэджа. То есть, ну, вот такая вот фишка. То есть, соответственно, вот опять захожу и сейчас я получаю вот эту вот иллюзию и опять получаю дэмэдж. Ну, вот, в принципе, как-то так. Ребят, ну, надеюсь, обзор по способностям вам более чем понятен. Очень простенько в принципе тут все. Создаем, так сказать, стеночку. Создаем стеночку, подводим, допустим, вот этого думчика. Дум такой подбегает. Ага, или просто драка идет. И мы просто можем вакуумом его туда, в принципе, затащить в эту стенку. Создается иллюзия и просто начинается какой-то трэш. Но вы увидите это, в принципе, по геймплею. Ребят, в общем, надеюсь, такой обзорчик вам понравился. Понравится вам геймплей. И, в принципе, все. Приятного вам просмотра. Как говорится, берите там что? Печеньки, там чипсики, пивко. Кто-то пивко берет, реально, ребят. Но не рекомендую употреблять, потому что это плохо, это вредно. Пить вредно и вообще это никому не нужно, ребят. Никогда не пейте, занимайтесь спортом. И спасибо Жужо, что размял меня на позапрошлом стриме. И спасибо Дедушке Морозу, что он появился. И, так сказать, полтора месяца мы его не видели. И очень рад я был его увидеть. Так хорошо, что у него все хорошо. И спасибо, что поддержишь канал, бро. Давайте, поехали, ребят. Гайд на ДС. Поехали. Итак, друзья. Поехали. Каточка на Дарксире. Соответственно, Дарксир, это у нас очень сильный хардлайнер, который, в принципе, с покупкой определенных артефактов, может изи, изи, my friend, выводить энеми кора, керри из строя. Просто разница кора и керри, ребят. Ну, керри, типа, много фармит, а кора это, типа, персонаж, вокруг которого все должны тереться. Все прекрасно это понимают. В общем, о, смотрите, темпларочка. Отличная контра темпларки Дарксир за счет второго спела. Ребят, обязательно идем в хардлайн. Что в профите брать в ХЛ? Не знаю. Вообще, как бы, на нормальных играх всегда собирается ему Солринг. Солринг, и я вам покажу страту, как на этом персонажи пушат линии и фармят, не подходя к крипам. То есть, такая вот тема будет. Так, ну и берем, соответственно, тангус, манку одну, ну и возьмем, скорее всего, щиток, потому что все равно, как бы, ну, игра не оверсильная, тут не топ ТБ, а тут стандартные 4-5К ПТС, и, соответственно, будем сейчас душить наших оппонентов 5К, 4К, и, соответственно, поехали. Смотрите. В общем, что по прокачкам. Сёрч очень хорошая тема. Тем, что позволяет нам игнорировать всякие любые замедления. Вот, например, треп лана, и мы будем спокойно игнорить. То есть, ну, по кайфу вообще, на самом деле, я люблю этого персонажа, но, к сожалению, его так, ну, так сказать, не берут его, но и не интересен вроде, он щит у него классный. Вроде бы, блин, все у этого персонажа хорошо, но вот все равно его не берут. Очень сильный персонаж на поддержку. Именно этот персонаж очень сильный на поддержку. Ребят, что мы будем делать? Будем делать грифсы. Не, я низ написал же. Мне низ надо идти, потому что это хардлайн. Шторм, мид. Фурион в лес. Пусть фурролес. Пусть фурролес. Я хочу соло постоять. Ну, или не соло. Ну, посмотрим, как тут свайпером может. Что-то как-то будем стоять. Распределение линий, конечно, такое. Так, абадончик у нас. Потмочка там. Потму тяжело будет убивать, но вакуум раскачаем, в принципе, ауешку увеличим и будем ее стягивать обратно. Но вакуум, если честно, в применении, ребят, очень такой, можно сказать, как... Так, ну, драка за руну я не буду. Там мне руна не нужна. Я стою в хардлайне. Руну должен забирать мидер, так как на миде должен быть максимальный буст. Соответственно, мидеру достается руна. Ребят, что будем делать? Сначала попробуем, ну, посмотрим, что вообще за линия. И, соответственно, будем делать какие-то выводы. Так как мы стоим в хардлайне, в профите сразу же постараться у нас проблочить крипов. Проблочить крипов так, чтобы вышел дед вперед, чтобы дед засуществился. Но, как видите, дед вперед не очень хочет идти. Вот, все, дед пошел. Главное, чтобы деда сливали. Все, отлично, отлично. И, в принципе, попробуем линию немного перетащить. Пока щит не будем спамить. Хотя вайпер очень агрессивно старается тут разминать всех. Я понял. Но мы стоим пока на пассиве. Просто на пассиве. Но можно спамить, в принципе, с первого левела. Это как бы, ну, будет, может, и правильно, может, и неправильно. Но я хочу немного линию растянуть, чтобы была возможность на Сёрджа немного поработать с энермии-оппонентами. Блин, добило потмах. Вайперу тут в идеале фарм оставлять. Но вайпер вообще, в принципе, тут не должен стоять. Это персонаж центральной линии, чтобы максимально гнобить. Афу, релиз, смотрите, куда ты поешься. Братан, ты не дотянешься. Это 85-я карта. Осудительно. Так, хорошо. Смотрите, и стоит. Не может дотянуться. Вот это видно, что неопытный Фурион. Как бы, ну, не шарит немножко. Ребят, на втором левеле... На втором левеле будем душить через щит. Сёрдж вкачаем. Не будем брать вакуум. Возьмём ещё Сёрдж, так как позволит нам быть более мобильными. И дальше уже буду показывать страту, как просто пушить, не подходя к крипам. Но это вам понадобится реально. Так, кусарю, патма у меня тут лоу-хаповая. Можно побежать. Хорошо, забираем. И вот этого парня мы тоже сейчас тут заберём. В принципе, это изи катка. Хорошо. Отлично. Очень сильная способность этот щит наносит уйму урона. Ну, все это знают уже. Я, в принципе, на теории это всё рассказывал. Сколько максимально демжи. 2К хп можно снести, если просто тупо бегать, запиливать. Ребят, касаемо страты запиливания, я вам сейчас покажу. Сейчас возьмём солринг и начну вам показывать вот эту тему. Смотрите, в общем, берём соул. Очень прикольная тема. И отходим подальше. То есть, ну, в нормальной игре нас вообще никто сюда даже не подпустит. Нас будут зонить саппорты. И, соответственно, что мы должны будем сделать? Просто даже не считая того, что у нас будет солринг, не будет, мы должны будем сделать примерно такую тему. Крипы идут. Смотрите, вторая пачка. Опа. На второго крипа именно, не на первого, потому что первый будет принимать на себя весь урон. И далее мы уже вышли здесь под тавра, далее накидываем на этого крипа. Всё. И вот так вот у нас бегут два крипа, соответственно, будут вносить уйму урона. То есть, соответственно, подходят к крипам, сразу два щита стакаются и пошёл пуш. То есть так, не выходя из-под тавра, мы будем спокойно подпушивать линию и подфармливать и заставлять энеми кора соответственно, очень сильно попотеть в данной ситуации, потому что линия будет постоянно пушиться. Ничего нет зазорного кинуть щит на энеми крипа. Но, соответственно, этого же крипа мы не будем дамажить. Да, это, то есть, ну как по теории, но а так, в принципе, видите, крипа будут подпушиться. То есть, тут множество таких, знаете, нюансов есть, которые, блин, ну вот в игре это реально круто. То есть, соответственно, блин, вот эта тема, типа так, побежали, под мы немного погоняем. Ару кидает. Веточки, главное, кушаем. Щит, кстати, не сбивает, крипы только собьют. Хорошо. И просто бегаем, запиливаем. Ну, она, у неё нет липа, у неё второй левел. Лол. Ладно. И берём, конечно же, вакуум. Через вакуум будем играть. Вакуум, вакуум щит, серч в 2, в 3, будем брать NotLogin. Я понял. Не вижу смысла вязать Sol Ring, потому что мана имеет достаточное количество единиц. Абадон ушёл с линии, что ли? Решил, Абадон не париться. Можно уже, когда есть линия, допустим, вот так выиграна, в принципе, аккуратненько зайти за крипчиков. У нас щиточек есть. Сливать деда, потому что дед очень много дэмэджа вносит. И всё, от этих крипчиков бегать, чтобы меньше, меньше, так сказать, дэмэджа наносилось. И, соответственно, брать тангус и кушать и вот это всё дело. То есть, соответственно, вот как-то вот так вот забирать крипов и пушить далее. Очень такой, знаете, Darkseer сильный пушер, я бы сказал. Знаете почему? Потому что сбривать сразу крипов и сносить тавр, это, конечно, по его части. Крипов он очень быстро сбривает. Смотрите, четвёртая минута, мы просто свайпером забираем тавр. Просто забрали тавр, нифига не делая. Вот, в принципе, это такой геймплей. Что далее следует сделать? Такая одинокая ару. Я считаю нужным сделать далее что-то типа грифсов. Так, у нас на топе на самом деле всё плохо. Топ также на пятой минуте разминали, разменяли и, соответственно, что мы будем дальше делать? Дальше будем выходить грифсы. Грифсы это тема. Хорошо, кто-то делает тп. Мы тут будем разминать. Гоу, щит на крипов. Хорошо. Сейчас можно будет ещё делать несколько фишек, я вам чуть позже их покажу. Очень профитно эти щиты против ближнего боя. Против ближнего боя. То есть много есть страт. Можно кинуть этот щит на допустим на крипа и дать к этому крипу серч. Он побежит на максималке за каким-то персонажем, будет пытаться его бить и, соответственно, будет убивать. Так, хорошо. Смотрите, фарм идёт просто на пассиве. На пассиве фарм идёт, всё хорошо. Есть хидреска. Есть хидреска. Можно будет даже сейчас, в принципе, атаку сделать. Просто мы зайдём сюда в лесок сейчас. Идём в лесок. По идее, крипы сейчас тут остановятся. Так, меня тут видно. ночь. О, отлично. Можно подождать ещё щиток, но мы ждать, наверное, не будем. Просто выбежим и будем душить снайпера. Найс, арву. Хорошо. Вот так вот делаем. Можно ещё тут на крипа кинуть. Щиты будут двойное запиливание. Хорошо. Найс. Понятно, чисто как крипочков каких-то убиваем. ХЗ. Арканы есть, можно поесть, ребят. Ботом далее ломаем. Не знаю, тут походу 15-ти минуточка будет на ДСе, но я хочу показать максимально как работает геймплей на данном персонаже. Тинни, седьмой уровень. Надо бы уплотниться реально. Russian Gangster там просто ломает всё. Так, кидаем щит. Можно очень изи крипочков в лесочке фармить на данном персонаже. В принципе, ничего тоже зазорного. Смотрите, идёт, идёт пацан. Гоу. У него есть карасивы. Он поплотнее будет, вайпер, в любом случае. Мне бы нужны были тогда статы. Гоу, немного. Ну и меку. Меку, ребят, меку, заположняк на данного персонажа. Это типа, ну, гадалки не ходи, меку купи. Как бы тут никогда не прогадаешь на данном персонаже. Меку аркана, это его артефакты. Меку аркана, всё. Так, опасно, опасно, опасная игра. Дарксир заходит за красную линию фарминга. 700 голды. Так, почти. Ага, смотрите, идёт, идёт. Хитрюга, хитрец. Кидаем щит, будем пушить линию. Опа, смотрите, что делает парень. Иди сюда, братан. Иди сюда. Иди сюда, братан. Так, ну, надо Б бежать отсюда. Б, надо бежать. Вот эту ару не поймать бы ещё. Было бы прекрасно. Меку, меку, меку надо тут. Хорошо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, только не тоси. Всё, затоси. Хитрюга. Ну, чуть-чуть тут, если, если, блин, они не подошли, было бы, конечно, поинтереснее. Умирают у нас. Потом, блин, я не смог нажать соларинг, типа, я там не нажму, потому что я бы сразу умер. А что у него там у Тини есть? Вообще, надо посмотреть его айтемы. У него ничего нет, он просто батлой отпился и всё. Прессует у нас вот ланайку, ну, ланайка без молда, да, соответственно. Такое. Так, ребят, что нам нужно дальше сделать? Мека у нас была не за горами, но, к сожалению, эту меку мы слили. Эту меку мы слили 100, но и всё равно не хватит. Был тогда вот сюда ТП. Сделаем меку и, в принципе, можно будет душить по-чуть. Мека, это очень хорошо. Можно было сейчас после ТП-шки это дело. Всё, и по-чуть-по-чуть ломаем крипчика. В щит докачим, щит, естественно, в максимум берём, чтобы максимально быстро и чётко запиливать. Соответственно, вот такой вот будет у нас результат игровой. Так, возможно, у Тини даже есть уже даггер. Это очень страшно, вырубай. Я так думаю, у него есть уже даггер. Пойдёмте на ботом лейн, будем дальше свою линию, палку свою гнуть, так сказать. Хорошо, есть мека. Можно сделать аркану и выходить грифсы. даггер. Я так и знал, что у него даггер есть. Да, вы видели, щит не даёт? Вы видели? Типа он замахивается, что ли? Я два раза нажал. Ой, лоу. Это что сейчас было? Я сейчас на в шоке. Так, надо закрыть ВК, ребят, сорян. Жесть. Я, если честно, сейчас вообще не вкурил. Ну, это типа 85-я карта, тут всё может быть. Ну, два раза, видели? Я два раза нажал, чтобы он, ну, чтобы он кастанул вакуум сюда. Не хочет. Ну, даггер есть у Тинни. Понял. Мека, 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 мека. Хорошо. Возвращаемся на линию. И поехали дальше. Я, честно, сейчас вообще ни хрена не вкурил, почему у меня персонаж не даёт вакуум. Типа я два раза нажал. Я ещё такой первый раз нажал, был вроде как кастанул. Я, я посмотрю. Я посмотрю на перезапись, типа, в чём приколюха. Это норма. Это норма, типа, на 85-й карте норма, что когда-то что-то не уязается, как вчера Сандер на стриме кастовал на Тержблэйде. В жучка, походу, Вивера закастовал Сандер и ничего не произошло. Уф, печалька. Тинни, 6-0. Молодец. Молодец. Молодец, Тинни. Блин, ну сейчас, конечно, Тиннику повезло по страшному. И вообще не хрена. Я, типа, я специально делаю, типа, вакуум хотел дать и, типа, убегать на Сержа. Так, но не хочется его кикать, блин, если честно, потому что, типа, уже будет не очень. Ладно, кикнули без моего ведома, типа, вообще плевать. Такой бред, если честно. Возвращаемся на ботом лейн. Возвращаемся на ботом лейн и душим. Напрягает меня вот эта ситуация с Тинником, если честно. Такой какой-то, знаете, как будто я тут вроде и виноват, и вроде не сильно виноват, как-то и обидно, что ли. Вообще, ну, желательно, когда Тавер спушили, есть Мека, идти и душить с командой, а не фидить соло. То есть идти, но там на топе нету Тавера, в этом проблема. То есть идти не дайгер, сейчас начнется просто вот этот бесконечный фид. Данного персонажа. Тинни такой персонаж. Ну, Дарк Сиром очень тяжело будет Тинни убивать, конечно, но что поделать. Так, дабл щит кидаем, все хорошо. Двойное запиливание. Но третий щит мы просто не успеем кинуть. Но приколюха такая, что можно еще, в принципе, сделать акторин, и по идее нам кдшки должно хватать, чтобы кинуть еще третий щит, но не на долг. Получается, у нас будет очень жесткое запиливание. Серьезно. Очень жестко запиливаем. Так, закидываем. Закидываем. Хорошо. Ну, будем чисто на пассиве тут откидываться и я хз. Пусть щиток фармит. Хорошо. По два крипа будем кидать. Наверное, по два уже не успеем. Хочу сделать арканы, в принципе, можно будет. Души так тени убивают. Ты что, хочешь меня убить, что ли? Гоу. Подеремся. Крипчик побежал запиливать. Забавная страта. Арканы нужна? Будем душить с арканой. А что у меня на меку не хватает? Я резаю специально. Солдринг мне не хватает на меку. Печально. 250 маны. Не хватало. Умрет тут фурион, скорее всего. Не, шторм прилетает, помогай. А, и все равно умер. Ну, в принципе, такой геймплей, знаете, чисто ребята могут запутаться и, соответственно, подфидить. Подфидить. Так, тени. Ну, не доставят. Аваланчик надо убивать. Там фейзы матретки. Ну, зря он сюда побежал. Зря он сюда побежал, конечно. Печально это все. Курицу мне сюда можно? Нет. Сюда. Не туда, куда вы ведете. Три раза рьюзы. Да кто-то вы... Блин! Алло! Тинни там. Да он не убьет ее никогда, эту куру у него, так спида нет. Так, сёр, четыре с половиной секунды, три, гоу. В троечку, в двоечку вернее. Вардик сейчас поставим, будем дальше стоять на этой линии. Я не знаю, двести, двести двадцать пять мам. Мне там буквально копейки не хватило, мне было стояло 100 мам. Стик можно взять. То есть, если вы на боевого ДСа собираетесь, в принципе, можно и стик взять. То есть, тут зависит от того, как вы мыслите, на самом деле, геймплей на данном персонаже очень простой. Самое плохое, так сказать, то, что сейчас вылетела у нас ещё Ланайка, и реально это напряжено. Ланайка вылетела, это плохо. Хорошо. Так, щиты, не щиты, всё раскидываем, гоу немного. Погоняем пацана. Ага, Тинни там. Тинни там. Ну, надеюсь, я не увидел, что я сюда зашёл. Гоу с командой, наверное, поиграем. Надо вообще Клоаку взять, типа, и забить на него, на этого Тинни, на него проказ не очень сильный будет. Хорошо. Перетянем немного его сюда, нельзя давать ему хитпоинт, и Гоу. Будем запиливать. Под Мау льтануло. Гоу-гоу-гоу, подходи в упор. Гоу-гоу-гоу-гоу. Щиток ещё один кинем. Печалька, на мне щит кончился. Сейчас всё будет. Кур забрал. Эх, ну, типа, не доиграл я. Снупер, не души. Убегаем. 300 хп должно хватать. Тинни 4 секунды, Риос. Гоу, Сёрч. В максимум. И убегаем просто. И убегаем просто, потому что, что, ой, сейчас по-любому сюда. А, вон он уже на миде. Понимаю. Блин, ну я курочку слил, но я типа не доиграл. Мне микро-моменты вот эти нужно было отыгрывать. Просто бежишь, как дурачок. И убиваешь. Хорошо, Тинни фидит. Странно, у них там сейчас бусты, типа, такое. Эх, сейчас бы меня туда с щиточком. Он сейчас умрёт и так. Даст и принёс. Я понял. Хорошо. Ну, такой геймплей, своеобразный. Да, Дайгер, конечно, данному персонажу вообще топчик. Знаете почему? Ну, что вы прыгаете, стягиваете как надо и в комбинации с каким-нибудь эсэфом или ещё каким-нибудь с лордаром вы просто делаете вещи. Извиняюсь, но чтобы вы этого не слышали, микрофон я выключил. Потому что вам это не нужно знать и слышать, что я там чихаю или не чихаю. Разницы нет. Я здоровый, полностью всё хорошо. Спасибо, ребят. В общем, чё там по ДСу? Гоу? Чё, гоу? Вот этого пацана. Вот этого пацана. Вот сюда его. Пожалуйста. Гоу, 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 прыгай на него. Дай ему ГГ, просто прыгни. В два щита. В два щита просто. И ещё фарм пошёл. Уах. Знаете, ещё есть очень много хороших комбинаций. Например, с Аксом. Допустим. Ну, или с Мартреткой. То есть, я вспомнил сейчас, почему. Потому что вижу Мартретку в команде, ей кидаю щит, она прыгает, и очень много дэмэджа вносит. Соответственно, и с Аксом. Акс прыгает, и даёт агр, и соответственно, вносится уйма дэмэджа. Иди, Марита, задуши. Ты, блин, конёшься, по идее, там с Мерцем. Всё, молодчинка. Хорошо. Просто щиточек, и поехали. Гоу, бежим. Помогать ребятам. Взяли Клааку, ребят, чтобы, ну, не душил сильно нас Тинни. Как-никак Тинни даёт очень много дэмэджа, споркаст. Гоу, дадим грифсы, парниши. Оп, хорошо. Далее. Ну, знаете, это такой саппорт персонажа, этот саппорт вообще, ну, стопроцентный. То есть, ну, как, я не знаю, как по-другому у Савкора, в Керри тут, как бы, ну, смысла я не вижу данного героя собирать, ну, реально, потому что этот персонаж сам по себе, он такой, он, он, именно поддержка. Тут именно только если комбинировать с какими-то героями ещё дополнительно, то есть, допустим, там какой-то, какой-то, допустим, Акс, или там тот же Слардар. То есть, тут, да, тут можно комбинировать, с Пуджом очень хорошо комбинируется, в два запиливания просто сдушить. То есть, вот я сейчас вышел с команды, и с команды немного сейчас подпушивают, то есть, ну, по кайфу взял грифсы фастом. Очень быстро выфармливаются эти грифсы, не грифсы, вся вот эта тема, потому что, типа, этот герой сам по себе, иди сюда, не хочет, ладно. А я тут в таверну отправляюсь? Ах, вот это Тини! Я не знаю, типа, блин, однако, ну, типа, две кнопки комбинации прыгает парень. А, вопрос еще, почему ты стенку не качаешь? Наверное, будет вопрос. Стенку на ранних левелах не вижу смысла вообще, в принципе, качать, потому что, с файтов, файтов нету, как таковых, 5 на 5. Ну, 5 на 5 файтов, как таковых нету. Гоу, по топу, да, топ гоу. Топ гоу. Тини, ох уж этот Тини, вообще бесит этот герой, если честно. Две кнопки нажимаешь, тысячи хп улетает, если мне не было клаки, я просто сдох бы еще раньше. Это самое бредовое, что может быть вообще, в принципе, в доте, это Тини. Тини, вообще самый бредовый герой, я считаю, потому что, ну, реально. Одна кнопочка, поехали. Найс. Таггер купил, выиграл всю карту. В общем, что касаемо ультимейта, ультимейт, я считаю, нужен качать уже где-то примерно, ну, 10-11 левел, но я начал тут серж раскачивать, потому что мне так нужно было. Реально так нужно было, и, соответственно, нет ничего плохого еще, насчет Вангуарда на данном персонаже, потому что Вангуард, ну, то есть, ну, сам персонаж как таковой, типа, танк вообще, по сути. По сути, танк, да, можно сказать, танк, хардлайнер, танк, потому что, типа, вы, как всегда, как обычно, будете там, бежать куда-то, сломя голову, под щитом, и Вангуард нам, соответственно, может в этом помочь, чтобы не сдохнуть сразу, я понял. Ну-ка, блин, канулся. Типа, ну, если сейчас снайпер зарядит, нет, не зарядит. Боже, в меня, просто в меня очень много кнопок залили, я считаю, нужно сделать худ. Худ просто тут, походу, жизненно необходим. Марита, иди души. Марита. Как чел тогда сказал, Марита. А, найс. Парниша там, вон он душит. Прикольно. Хорошо. Марита. Тинника боюсь. Марита, иди души. Пожалуйста. Хорошо. В таверну. Все, можно раскачивать. Все скиллы у нас, другие, как бы, раскачаны, соответственно, имеет смысл. Боже, сколько там дэмэджа внеслось. Найс. Ну вот, раскайтами, так сказать, и убили. Раскайтами убили. Хорошо. Ульта нету. Уабы. Найс. Раскайтами, так сказать, убили. Влево, вправо растянули их. Возьмем худ, чтобы там от тени не умирать. Ребят, вот это сейчас я взял худ. Это такой, ну, айтем, который, в принципе, можно тоже собирать данному персонажу, так как у нас этот персонаж вообще, в принципе, предназначен для пуша, для файтов, соответственно. И, что самое классное, этот персонаж очень быстро выфармливает все свои слоты. То есть, допустим, грифсы, вот это вот, арканы, меки, это все он очень быстро выфармливает за счет своего второго щита. То есть, щита, ну, вы поняли, второй щит, да, типа второй спелл. То есть, это персонаж очень даже такой, и у него очень легко это получать, потому что ты просто закидываешь второй, и у тебя на пассиве все фармится. То есть, ребят, запоминайте, это вот, ну, просто ранние артефакты, которые можно, нужно собирать для команды, грифсы там, пайпы, это все про этого персонажа. Он очень быстро их выфармливает. Просто, очень быстро. Просто быстрее него, ну, реально, мало кто выфармливает. Потому что, вот просто кидаешь щиток, все, линия пошла, смотрите, просто, ну, типа тут, как бы тоже рандом, добьет, не добьет, вот два крипа добил, просто ничего не делая. Просто, и все, вот такой смысл. Можно, пока крипы здесь идут, тоже понакидывать. Сейчас два щита, сразу еще линию толкнем, очень сильно линию толкает. Вот, все, и пошло. И пошло. И пошло. Два крипа бегут, смотрите, какое запиливание. Просто на пассиве линия пушицев. Раз, крипочек, два, крипочек, три, крипочек. Просто, и все. Доминатор переманил деда зачем-то. Понимаю. Так, касаемо аганима. Ребят, что я могу сказать насчет аганима? Если там есть какие-то жесткие дамагеры, то, в принципе, собрать аганим, это круто. Типа, собрать аганим, это круто. Плюс эффектик, красивый. Такие усики, разноцветные. Очень даже прикольные, на самом деле. Я не знаю, я просто, ну, можно собрать для прикола. То есть, ну, для поднятия, для поднятия стат, там, туда-сюда, но можно сделать пайп для команды. Но, конечно же, мы выберем аганим, потому что аганим, это контент, а пайп, это командная игра. Поэтому, ребят, делаем аганим. То есть, ну, если хотите выиграть, то, пожалуйста, делайте пайп. То есть, ну, офигенно заходит. Почему я сделал брасер? Брасер я сделал для того, чтобы ребятам было сложнее меня убить, соответственно, чтобы я был еще жирнее, то есть, у меня была вариативность жить. Шиву данному персонажу очень классно сделать. Шива очень хороший артефакт для данного персонажа. Гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. Вайперку. Кинем валу, реплику докачиваем. Хорошо, есть ультимативная. Запиливание 2х. 2х запиливание. Хорошо. Хорошо, делаем вот так вот. Опа. Смотрите, какой жесткий камень тут стоит у нас. Все, хорошо. Ну, можно, в принципе, я не знаю, блин, в идеале было бы Рошана кого-нибудь пойти. Я на топ пошел дофармливать. Все, и побежали. Тут есть райт-клик на Серджа. Я не знаю, зачем он нужен. Я не знаю, честно. Не знаю. Так, бежим. Бежим. Че по топ-фрагам? О, я так, так я еще и топ-фрагер, и топ-ассистер. Понимаю. Вот так бывает. А, ну не топ-ассистер у нас тут. Блин, Фурион зафармил всех моих крипов, но, наверное, целенаправленно он это делал. Серьезно, это некрасиво. Киллинг спри у нас там. На тени. На тени тяжело будет убивать. Будем от реплики играть. Я просто буду ставить на хг реплику и будем душить. Ну, а по-другому никак. По-другому никак. Оставляем один щиток на линии, чтобы можно было сейчас и лесочек подфармить. Лесочек очень быстро подфармим. Актарин. Актарин, да, прикольно, мне кажется, будет заходить, потому что будет снимать колдауны на Сердж. На Сердж. Вообще в Сердж можно будет постоянно бегать, в принципе. Монопул, монокост, и все вот это поднимется, и, соответственно, будет круто. Будет круто. Соларинг помогает по кайфу вообще. То есть, на, в принципе, на бесконечной мане бегает. Но маны все равно просаживаются. Это очень заметно. Я еще и не обужу, в принципе. Для чего нужен обуз, так сказать, аркан, выкладывание айтемов вот этих, типа, ну, это, ребят, не знаю, смысл есть объяснять вам или нет. Чем больше монопул, тем, типа, меньше мы восстановим маны. Понятно? Непонятно, нифига, да? То есть, если я выкладываю айтемы, я маны там буквально на 100, на 50, где-то больше восстанавливаю. То есть, казалось бы, 50 маны. А иногда-то, как бывает, не хватает, блин, копеечки совсем маны, да, ребят? Поэтому, как бы, считайте, что, типа, эта фишка такая. То есть, допустим, перед тем, как юзать, допустим, выкладываем айтем и забираем это все обратно. То есть, вместо того, что у нас в стандарте должно восполнять, у нас восполнять немного больше. Читом, драться собрались? Я хочу аганим додолбить. Гоу, щиток на крипа кинем. Оп. Хорошо. Ну, типа, тут приколюха такая. Я хотел сейчас сёрш накинуть, но он будет тыкаться в этого крипа. Все, хорошо. Наш дриней работает отлично. Все, и тут у нас, смотрите, крипчики тоже фармятся. Что там по крипчикам? Ну, нормально. Все хорошо. Полторашка есть. Очень быстро, очень быстро фармим. Лиса тоже быстро фармим. Сейчас еще ультимативную накачаем. О, забудем. Сколько щитов кинул с одной, так сказать, мекки арканы. С одного грифса восстановил почти все. Гоу, еще крипочка закинем. Дрочатся стоят, ребята. Гоу, на базу тпшку. Там вообще драка идет, если что. Как бы надо идти в драку. Я тут просто аганим хочу дофармить. Хочу аганим дофармить. Реплику ставим. Найс, щит такой, больше в реплику никто не зашел. А, я ару поймал. Печалька. Хорошо, камни душем. Душем камни. Блин, понимаю. Ну вот я пришел и немного драка перевернулась. Несмотря на то, что у нас у Мариты еще тут есть. Почему я называю Марита, ребят? Секта, секта своите знают. За мной уже выехали просто. Марита сказал один раз и все, за мной выехали. Марита, типа, это классика. Это как тендерлин. Прыгай в него наглую. Ух ты, какой задрот на снайпере, смотрите. Он просто в лотар ушел, думает. Типа, неуязвимость. Ну, типа, временно. Бедная Марита. Смотрите, хп-скоп. Марита, ты куда пошла? Те, кто в курсе, те знают, что такое Марита и что к чему, ребят. Так что, не судите строго. Делали, делали, сделали аганим, но реплика, конечно, такая обрыганная была, мягко сказать. Но, сейчас попробуем сделать красивую реплику. Стеночка наша. Смотрите, какой эффект, да, Dark Sears такой заряженный стал. Все мы знаем, что такие эффекты у нас есть. Все мы посмотрели видео по аганимам, которое, соответственно, будет в ссылке в описании. И хорошо, на позитивчике, так сказать. Но, если честно, я не понял, почему у меня... Так, а ну-ка. Ой, в меня он сразу прыгает. Ну что, можно реплику поставить, в принципе. Ждем, правда. Так, отвали. Гривцы, надо нажать. Уф, я задебафил себе Сёрдж, то есть на табак. Я задебафил себе Сёрдж. Опа, Ару. Ну-ка, дай ему Шапалаха. Не забываем реплику юзать, ребята, если что. Снайпер пройдет. А не хочет пройти снайпер в реплику? Извините, товарищи. Погнали. Вот вам фишка, ребят, кстати, я не знал, что, как бы, я себе Сёрдж сниму этим грифсом. Это жестко. Снайпера дэмэджа нихрена нет. С руки. Да, реплика такая себе. Против Мартретки хорошо, у неё ведь крит родной. Только, жаль, вот оно всё равно криво работает, потому что, как бы, ну, от реплики особо-то толку нет. Там только, если кто-то, блин, так, чисто душит. Ну, такая, ребят, катка какая-то над Гресси получилась. Не очень, я бы сказал, но линию обоссали, а, типа, этот герой линию обоссыкает просто на ура. Так, возвращаем, пацана. Ну, как возвращаем, немножко подвинули. Опа, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ага, ага, ага. Будет закидывать под колодец? На месте подкинул. Абадон с Лотаром? Да не ма, Армлет Лотарович. Надо убегать от него. Сильный Абадон, долбит, посмотрите как. Оп, сейчас второй щит подходим. А, нет, второго нету. Сзади заеблили и убили. Хорошо. Но долбит нормально, Абах, по-страшному. Хорошо. Поехали. Начинаются вот эти жалобы. просто не пошла. Не будем душить. Так, гоу, по ботному. Сейчас реплику там хорошую на колодце поставим и гг. Вот такая какая-то первая каточка. Понимаю. Поехали, next. Так, возвращаемся. Second game. Second game. Сейчас попробуем опять на Дарксире бегать будем. Обвинился. Сейчас меня обвинил подписчик, что я тиммейтеров вам плохих засуну. Ну, прости, пожалуйста. Что я такой кокашечный. Так, ну, Бара Инвокер это, конечно, комбинация страшная, но у нас есть Дарксир. Ребят, что сейчас будем делать? Сейчас попробуем немного сыграть по другому билду. хотя посмотрим. Надеюсь, может играть немного подзатянется, чтобы... Ну, понял, понял. Понимаю. Ладно. Иди обвиняй в плохих тиммейтах, бират. Все, я понял. Так, хорошо, ладно, берем выход хедреску, по хедреске куру взяли. Вот не люблю куру брать, если честно, на хедлайне. Все, есть. Поехали. Чел меня обвиняет, что я ему плохих тиммейтов засунул. Понимаю, бро, понимаю. Создаю ТБ, там челики заходят рандомные чисто, я что сделаю? Мне что, каждому ВР прописывать или что? Не хочу вендреть лимит, ставить полтинник и так стоял. Типа, я не знаю, может как-то зашли первые, я типа дальше уже покикал кого, и сейчас тоже кикал. Типа, а, говорит, ты плохой человек, почему ты таких плохих тиммейтов мне дал? Как ты так со мной, говорит? А я говорю, братан, ты шо, глупый? Да, знаю. Все, я гнида. Все, поехали. Не обращай внимания, потому что, типа, ну, чел тоже сказанул. Хорошо. Поехали. Что у нас есть? Бара, Тини, Найксы. Ой-ой-ой, очень жестко, очень страшно. Тут никого, по сути, Дарксир не контрит. Никого вообще не контрит. У меня, если честно, по Затару тоже не ахти. Ну, сейчас будем пробовать что-то как-то забирать. Руну, может. Плохо все у меня тут. Много, плохо. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ри-го. Вот так вот сделаем, похитрим немножко. Ах ты, хитрюга. Стилить еще. Вы поняли, зачем я на него накинул? И меня взял и скорбил. Как не жить теперь? вот и все я два раза извинился ты ни разу не извинился бывает все лады кунка ты зачем моя крипа тут делаешь просто решил раскатать типов по 27 в эра я понимаю все братан хорош хорош таки ребята возвращаемся в катку это подпышничник душит что я якобы плохой не ну да я там сказал ему матом типа братан ты шо глупый типа но я матом сказал ну потому что он меня обвинил просто так чисто написал не подумав даже не извинился я два раза извинился обидно обидно ну ничего айт пишешь нет так что будем тут делать так отвечать будем все уже знают что блин я уже не знаю на из какого аккаунта писать что вот уже начинает все знать знать что я там где-то чего-то как-то таки дресс очку сделали с хитреска по кайфу но тут нужно быть конечно же дефолтный солд ринг выходить блин но как без солд ринг ребят солд ринг это штопа давайте знаете что сделаем вот уста к ним крипов будем немного подфармливать потому что на ботом лейне это делать невозможно а на топ лейне за сантов это делать на новый изи потому что мы будем кидать щиток на вот этого маленького вилдкина и соответственно вилкин вилдкин на вилдкина закидаем вот этот щиточек и поехала поехала все по кайфу все хорошо сейчас щиток возьмем в троечку хорошо в двоечку на третьем левеле и можно немножко поспамить возьмем рецептик соула и соответственно будем немножко душить пока линия крипов там допустим подпушена мы берем вот так вот подкидываем сюда щиток и вот тут побегаем немножко чтобы крипы не выходили за предел так сказать все и идите там фармите спокойно можно еще экспу принципе прапать вот тут пока тут крипы пока там а можно тупо в наглую зафармить но вот такой вот персонаж дарксир потому что смотрите вот типа ну все четвертый левел добрый вечер здравствуйте яблон и флэчер можно вас конечно же на связь тут и так вот этого пацана бы слить блин но я не успеваю стакнуть тут ну что эти крипы не отводятся если там этот тролль стоит вот так и сделаем блин второй раз куру себе на низ берут я только куру хочу взять и не второй раз забирает куру крипчиков немного подфармин тут хорошо не а грим дедов деды воевали деды устали все возвращаем всю исходную подфармили нормально я вам скажу четвертый левел кунки 3 4 типа но очень хорошо так сказать я на топе вообще топ это его линия тарксира еще на язык отки хорошо так вот делаем отлично зафармить сейчас будем отводить можно мне куру тоже ребят хочу тоже куру пожалуйста ну серьезно по кд по кд рекуру реку тинкер вот так вот пишем ребят чтобы вежливо аккуратненько чтобы он сделал рия чтобы все было хорошо парень доволен парень играет доту все у него по кайфу убиваем вот этих дурочек это мне нужно куру мне куру на добро шток есть хорошо куру возвращаем чё нас тут треснулась о вилдкины сейчас вилдкинами нос если вилдкины были уже тут какая-то и тут вторая же пачка такая же может как два считает и изи фармить ребята это просто трэш хорошо что-то в конке по левелу я переезжаю очень хорошо в левеле так вот делаем пойдет пойдет сапожок это так сказать мега фарм сейчас происходит ребят произошел мега фарм как это говорится да пойдем потом изи крипов заберем и запирать будем больших крипов а пока линию просто пуша можно сделать тоже базилку с базилкой просто там из овна и делать опа это что это что простите братан го подходи поближе дизайблим четко задизайблил вы поняли то есть что я сейчас сделал я сейчас задизайблил баратрума чтобы он не убежал то есть соответственно так что ты хочешь и не 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 возьми возьми он не работает так через контрол надо давать канал а здесь в ю тубе там смотри как это делать о так сказать качестве аккуратненько и деликатно намекаем на то что есть канал в ю тубе который позволяет научиться правильно давать вот эту всю тему так но сейчас типа надо блин аркану доделать брата братан ты крипа всей забрал у меня забрели забрели не хватает немножко денечка так на ботами шторма убивают теники там не крыло и там вообще жестко вы понимаете там настолько жестко там не картине типа овер тяжело будет free money money и посмотрите как я левели доминирую над своим тиммейтом хотя мы стоим вместе на линии я забираю 22 км по леса и типа это жестко да это жестко пока им полез и забираю и золото очень много но я на низ не могу хп нету я бтп хнулся но хп нету нанести по надо на низ уже типа у меня сейчас топ-левел по идее на карте да тупо защит леса топ-левел так носи на x вылетает вообще не интересно будет тут скорее всего будем играть ребят через не кровь на пуш потому что другого варианта я тут к сожалению не вижу на вижу хорошо хорошо так хилим восполняем ману хилим свою задницу восполняем она и можно в принципе за тэшку зайти сейчас за тэшку сюда кидаем вот эту штуку и просто аккуратненько сметаем гол вангуар сделаем что ли ангвард ребят так как мы тут стоим что-то якобы соло да можем вангвардится чтобы он не слили все равно слил одного крипа эх но я не успеваю подготовил товар уже для того чтобы его загнать но может грифсы попробуем и фармить сразу фастом вот ангусик я понимаю даже возможно нужно будет так вот сделать чтобы отвезти успел я отвезти нет не успел сожалению фарм прогулял но вот в принципе на топе до изи катка тут стою просто чилю кайфую чики бомбони там говорится когда вот это все дело хорошо пилим дальше отлично но меку я думаю давайте меку сделаем ферстом типа ну типа дефолтные затары дефолтные затары с хардлайнов и типа будем выходить какой-то там в г может я не знаю блин нового г тоже уже в г в принципе поздновато делать вот этих крипов еще возьмем на себя хорошо будет фарм лишний не бывает галтишка золотишка вернем лишним не бывает хорошо и дальше леса дальше леса вот этих пацанов успеваем а вот найк и приветствую товарищи товарищи найкс фармит леса мека 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 ребят мека девятая минута смотрите на мои темы просто саппорт айтема дофармить только немножко таки ростом воюет по страшной силе хил очки маночки вот это все надо таскать я там вряд ли помогу а там бар уже чаш нажал к сердж сердж нажали побежали мана нету там у тени да хорошо но тут я должен вперед бежать эхо запирает такие ну засранец ладно хорошо хорошо берем манку хилки там все это дело возвращаемся на линию души на dark сири час на топ пойдем топ уже подпушим и на серже ребят ну видите как как обычно стену я не качаю сердж и побежали опасно что опасно надо тпшка делать бара когда рестница бар уже резко на базы уходим ребят слишком опасно опасно слишком на будет стоят пацаны на топ бежим на топе крипов заберем возьмем вот сейчас потупо грифсы доделаем на топе посмотрите на наши айтемы все будет прекрасно годы с а через час ты рофлишь во первое чтобы доделать ds мне нужно дописать много чего смонтировать и зарендерить по все думают что это так просто делать ребят хотите я выложу 10 часовое видео как я вот это все делаю серьезно многие скажут зачем киэта вилля жиль нам не надо это конечно вам не надо но чтобы вы понимали за сколько времени удается сделать гайд реально за сколько времени удается сделать гайд сколько времени занимает создание одного гайда то есть вы думаете что это все так делается за два часа типа гайд типа да я могу выкладывать а вот это вакуум там раньше вот это вот это щит щит вот это дает запиливание 3 это типа можно быстро бегать все типа Если вы хотите такие гайды Я могу выкладывать их за 2 часа реально Вот сейчас катку сделал и тупо выложил ее Но это не гайд, это геймплей То есть гайд это когда ты подробно все рассказываешь Не знаю Что ты пробовал? Нет, я пробовал Что ты пробовал? Серьезно, напрашивается вопрос Что ты пробовал? Гайд на Дарксира за 2 часа? Это новая рубрика что ли? Гайд на Дарксира за 2 часа Да, знаете, такой типа Новая рубрика реально Какая-то Так, есть Там грибчики фармятся тоже ДСа через час, ты пробовал? Я не понимаю его вообще Я тебя не понимаю Это рофла Общение с подписчиками это отдельные рофлы, ребята Чтобы вы понимали Серьезно, потому что пишут Такую ересь Через 2 часа гайд на ДСа Как будто это, блин, так быстро делается Ребята, это делается очень долго Во-первых, все вот эти картиночки Все вот эти вставочки Это все очень долго делается Это все занимает очень много времени Неужели вы этого не понимаете? Обидно, конечно, но Блин, тут до сих пор этот крип не это Не зареставрился Не зарешился Так, уходим Уходим вот этого крипа тут Кидаем вот так вот Хорошо И тут делаем Своей темно Овнят Овнят, ребята Дайгер на Тине есть Грифсы Сейчас будут грифсы уже, ребят Найксу, кстати Легко очень справляться Со щитом У него там рейджи Отхилы Все есть Как бы, ну ему по кайфу Вообще Грифсы почти Есть, есть грифсы, ребят Сейчас будем помогать Ребятам Гоу Даже вот сейчас Уже можно помогать, ребят Уже прям сейчас Можно помогать, ребят Рипера ему там Отходим ДС фармит Я грифсы делал, братан Не души Имба Лансет Найс Дабл состилил Ну да, я же там просто Добивал, стоял Ластхитил Понимаю Я вот эту логику Тоже не понимаю Ну да, подфармил я Типа, ну блин Я соул еще нажал Так, ах боже Как же это все четко Сейчас было Я соул нажал Соул нажал И он прыгает Типа душит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вуф Задушили меня Задушили Зашли тут в комнату Просто Целая это Махачкала Махачкала Залетела В комнату Коупоинт бустер Для укрепления Статистика Так, возвращаемся Надо душить, ребят Надо душить Сюда иди Сюда иди, братан Стой Репликой придется сбить Даггер Ах, как я не успеваю Серьезно Не успел Репликой Типа сбить Ну, блин Там рейндж Вообще Мизерный Такой вообще Сколько там 500 Кострейнджа Это, блин Постоянно в голове Держишь Я, допустим На ДС Я очень давно Не играл Со времен топ-ТБ И, типа, блин Забываю Что эти все нюансы Жесть, конечно Ну, реплику Типа уже там Не успевал Очень страшно Стенка богов Есть золотые купола Есть стенки богов Мои стенки Ребят, просто сейчас Заходили Тут шумно Было очень Собака забежала Тут такой трэш Как обычно происходит Хватит под меня Кидать торрент Своим запиливанием Запарил Так Что мы сделаем Можно выйти Тупо в Акторин Тупо реально Фаст Акторин, да Как говорится Фаст Акторин О, клипочки Фаст Акторин Добрый вечер Как меня Этот Сларк послал Просто Да пошоль ты Типа Застилил Блэйдмейл Еще можно сделать Кстати Там против Некра Блэйдмейл Хорошо зайдет ТПшечку Гоу БМчик Хорошо Некр Там Блэйдмейл Смотрите Что делает На некре Парень Типа бежит Жаль ТПшки нету Жаль По миду Подсылаем Сейчас Вот этих Пацанов Все Отлично Тупо и делаем Хорошо Побежали Не Не побежали 1300 хп Это тоже В принципе Неплохо Ребят Худ Вообще Тут В идеале Надо Делать Потому что Там Опять Тини Ни Одной Катки Нету Где Тини Не Был бы Тини Вообще Типа Тини Самый Пикабельный Наверное Сегодня Стрим Вечерний Или Дневной Вообще Дневной Печаль Вот Через Стенку Не Хотите Хотите Рипер Да Я буду Драться Как Мужчина Ну Вот Это Называется Да Печалька Но Но На крест Садит Типа Он бы Помог Сейчас Я Сейчас В принципе Блин 1600 Вот Понимаете Вот Как Вот Сделать Тут Не Сделать Худ Опять Тут Блин Тут Некар Тут Инвокер Тут Тини Типа Ребят Тут Худ Не Сделать Ну Блин Ну Просто Поливайте Дерьмом Мне Надо Тут Худ Делать Серьезно Потому Что Типа Блин Ну Тут Не Вариант Некролайт Сам По Себе Он С Дес Пульс С Хер Стопера И С Ультимативной Очень Много Сносит Худ По Любому Надо Делать А я Так Если Честно И сам Не Хочу То есть Я Хотел Б Сделать Сейчас Актор Иниус То есть Это По Кайфу А так Блин Ладно Го Худ Че Поделать Худ Сделаем И Будем Тушить Инокер Ю Худ 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 Поехали Сларк Свардом Молодец Варды Ставит Я В хейли Бро Мне Типа Варды Ставит Ну Блин Такого Какашечного Как Сбежали Лисочки Можно Пофармить И Будет Хорошо Будет Хорошо 350 Есть Еще 350 Надо Ребят Сейчас Руна Рестница Как раз Еще Иллюзии Можно На иллюзии Накинуть Будет 400 Надо Типа 700 Надо 700 Мы Сейчас Быстренько Постараемся Это Зафарм Пока Каст Идет Сержа Можно Перебежать Курочку Курочку Отлично Сейчас Хватит Денежек Очень Быстро Фармит Да Ребят Просто Вот Копеечки Раз 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 По Копеечкам Собрали И поехал Все Есть Ребят Дальше Дайгер Худ Дайгер Дайгер Там Очень Если честно Сильно Найкс Тут Лейт Гейминг Будет Лейте У нас Есть Линка Нифига Сфир Стайм Линка Го Го Сёрджа Себе Подлицо Сларку Щита Даем Стенка Отличная Вот так Это все И делается Хорошо Душим Как Молниеносно Да Ворвались Типа Блин Сларк Иди Вперед Хорошо Аурас Некор Кстати Херстоппер Тоже Работает Изично Прям Ну видели Как разнесли Уф Смотрите Что делает Задрот На тине Пойду Вот сюда Тут буду Встречать Его Ну это Моя заслуга Я убил А как он Чем он добил Кто у нас Желтый Сларк Орбофеном Он орбофеном Добил То есть Представляете Насколько Жесткий Рандом Сейчас Сработал То есть Я 150 Дэмэджа Влил Еще Поподзапиливал Немножко Орбофеном Добил Сейчас Идеальная Драка Вообще Была Вы видели Просто Какая Стенка Какое Все Вот это Можно В принципе Сделать Даже Аганим Сейчас Попробовать Типа Гадайте Что я Сказал Так От 1 до 10 Будет Сегодня Что-нибудь Какие Лохования Или Они Уже Были Когда Я Лоханулся С Солрингом Ну-ка Ребят В комментариях Пишем Кто У нас Больше Всех Знает Кто Больше Всех Видит Хорошо Хорошо Так Возвращаемся Сюда Кидаем Ему Щиток А самим Пешочком Бьем Крипов Просто щиток Надо Чтобы Сколько Крипочков Добью 1 1 0 1 Понимаю Хорошо Пиляете Ого Даггер Я что-то Подумал Не огоним А даггер Даггер Ребят Сделаем В любом Случше Сейчас Даггеры Это круто Типа Я смогу Корректно Врываться Давать Все Как Надо Красиво Сейчас Поработаем С даггером Давайте Я вам Покажу Геймплей С даггером Вы В принципе Уже За 2 Эти Игры Вы Увидите Уже Очень Много Страт Как На Берут Берут Потому Потому Что Типа Один Крипчик Сколько Добили Один Крипчик Одного Крипчика Добили Одного Крипчика Добили Только И все То есть Да Даггер Берешь И поехала Ну Изи Как Изи Как То Даже Изи Как То Инвокер Перечаржил Форджетов О Сларк Бежала Я что-то Прогулялся Беру Джон Хорошо Ну Я тут Два Щита В Два Щита Просто Запенетрировали Хорошо Хорошо А ты Говоришь Да я Скончен И фармит После Этого Стрим Нет Нет Я Устаю Очень Сильно Ребят Я не Могу После Записи Игр Вот Эти Я Вторую Игру Игра Надо Есть Это Очень Удачная Игра Тоже Такая Какая В принципе Предыдущая И Хорошо Пойдет Типа Застилил Но он Сейчас бы Деспульс Дал бы И ты бы Вообще Сейчас Вот Не понимаю Чего Ну У меня Линка Да Причем Тут Линка Дурачок Он Захилится И убежит Что ты Несешь Какая Линка Какая Линка Блин Вот Как Вот Этому Человеку Объяснять Ситуацию Блин Ты можешь Нормально Хоть Кнопку Нажать Бро Плохо 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 Борони Души Не dush Я побежал Пацаны До Побачення Соник Лучше всех Соник Сиди, да становись в реплику, чё ты Чё он пишет? Ахах, лол, он даже не знает, как рипер называется Типа, ну, рипер и Деспульс Блин, вы видели, сколько фей... Там уже время проходило Чтобы он на себя деспульса кастанул Типа, ну реально, он бы просто сейчас Убежал бы, чел этот Типа, меня бы он начал бы... В любом случае Я бы, ну, был бы конченым, типа, в этой ситуации Типа, или я за стилю заберу Чтобы он не убежал, или же я возьму И, типа, как бы Не дам застилить эту всю тему Октарин, гоу Я сделаю сейчас октарин, вообще пофиг То есть реально Вообще октарин, пофиг Крипу даем, щиток, побежали Берем себе солдбустер Хорошо У Сларка, блин, ну я не знаю Я не считаю, что это стил, ребят, ну реально Но он там убежал бы, я вам отвечаю просто Там, мы уже просто, у Сларка ультимейт кончался Я ничего не нажал То есть, соответственно, там уже нужно было что-то предпринимать Куда пошел, иди сюда Берат чан Найкс, ну хорош лагать, реально Братан, 35, 45, 35 Чпоньк Стерео инбокс Че у тебя там? У тебя 10 ассистов, у меня 12 Че ты ноешь? Че он ноешь? На Сларке нытик вообще тотальный какой-то Там нигде Случайно Осуждаю Так, зачем стилишь? Не надо стилить Стилит Хорошо, ехала Bottom lane Так, не стилить, слаг Не достал А у меня герой не кастует Вы видели, он не кастовал? Он не кастует Типа это Это баг какой-то Ну я догнал все равно Ну типа у меня видели, он в текстуру не кастует Может из-за этого Я пересматривал Если честно, я думал, что типа это Я сейчас пересматриваю В текстуру он может? В текстуру может? Он типа по-моему в текстуру что ли не кастует? Если честно, я думал еще внизу Вот тут вот дам его Но он почему-то не кастует его Сейчас я посмотрю То есть может какой-то баг Что он тупо его не кастует Или я себе отменяю Через shift это делать Ну я не знаю По-моему я себе и по-моему не отменял ничего Не знаю, не реагирует Реагирует найкс Но что-то у найкса не идет Ну голкик, окей 4 Очень страшно Сейчас пойдем вакуумом потестим, ребят Сразу заодно в играх и фишки И геймплей Все это будем делать Что-то какой-то бред Так, стенка Ну vision это от стенки Конечно царский То есть сейчас посмотрим Какая была ситуация Да все работает А как оно так отменяется? То есть сюда я просто Не смог направить Вот сюда я блинканулся Попытался сделать Нет, не нажалось Ведь я не понимаю Как это работает Хотя там, блин Ежи нереально Эту стенку Ну вакуум его нереально Отменить получается Кастом То есть герой становится Он замирает То есть все Какие-то микроконтроли Не сыграны Старк Стиль Еще что ответит? Пошел ты Как обычно Ок Красавчик Но главное на позитиве, ребят Главное на позитиве Октарин Быстренько дофармливаем Хорошо Так сказать Октарин есть Можно поесть Сколько когда это? 6 секунд Каждые 6 секунд Раскидывать щиты Типа сколько можно Щитов Ну внутри щита Мы точно кинем На крипов Гоу Раскидывать Сларк Линка Дагон Что? Новый гайд На Сларка вышел От Хеназиса Ребят Ну от 1 до 10 Насколько Сларк Дурачок Собирая Дагон На Сларке Биротан Ну ты чё-то 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 Типа Ты-то Гневный Какой-то Страшно Ааа Я плавал Можно стенку Хотя бы поставим Ааа Это просто Уникально Просто драка Нравится когда Тинни бьет Позже посмотрите На его айтем Ну то только Найк сливнул Сразу посмотрите Что с ним произошло Сразу такие айтемы Поднимаются И сразу начинаются Как вам Такой Такой Что? Геймплей Норм Года Гон 5 От лига Так Ну есть Тактарин Ладно Сейчас заварнемся Будем за Сларка Игру делать Потому что Сларк специально Целенаправленно Так понимаю Хочет заруинить И что-то мне Тинни Сейчас лицо сломал Тинни лицо сломал Шопалахи Раздает под армлетами Найкс только вышел Сразу Айтем поднялся Пацан там Ладно Собираемся Будем душить Будем душить Эта игра будет интересная Потому что Сейчас там на бустах Дагон На Сларке Классика жанра Хорошо Так Кунка Молодец Но если бы ты шел в саппорт Было бы еще лучше А там он Там просто Тинни С инвизами Тинни с инвизами Так Можно соул В принципе продать Уже взять Вот это Вот так Вот так Вот так Вот так Вот есть И гоу Да пофиг на Тинника Вообще Гол душить Найдем убьем Найдем убьем Грифсы есть Спаркасцы Никого не убьют Гоу Гэ Некр правда Некр очень сильно Напрягает Ребят А Сларка Щит бы еще накинуть Вот здесь Вот Сейчас там Тинни Подойдет Я забываю Что я серш Себе снимаю Биротаны Но он меня Сейчас тут сломает Вон он Ходит в инвизе Сейчас типа Дабл килл Будет Типа вообще По страшному Хорошо Сларк Подойди Пожалуйста Боже Ну Дай ему тоже Палкой Сларк Брат Ну почему ты там Ну ты же фуловый Бегаешь Ну неужели у тебя Даггера нету Ну ты же Фуловый Выйди Подерись Зачем я Танчу так Я понял Но он специально Не прыгал Но вот это уже Руин Я вот это Вот тут я Добил Потому что Это нужно было Сделать Потому что Там Диспульс А ты Типа он Специально Я понял Ребят Засрите ему Пожалуйста Стенку На Икапе Или В ПМ Я не знаю Но так Не делается Он специально Это делает Он специально Это сделал Сейчас Типа Ну вот Реально Вот То есть Тут я Ну вы Сами Видели Ситуацию Вот просто Посчитайте 6 секунд КД Диспульса И пойдите Я то есть Примерно По таймингам В голове Держ Ага Он давал Диспульс Там Сларк Пытается Его убить Уже Время Вот Вот Он Сейчас Диспульс Даст Типа Захилиться И будет Убегать Сларк Тоже Расцените Эту ситуацию Адекватно А сейчас Я Байчу Тини На себя Типа Он Специально Стоит И тут Тупо Ничего Ну он Специально Там Стоял Ничего Не Жал Специально Даггер У него Не был В КД Уже Он Специально Ждал Серьезно Ну тупит Чего Реально Тупит Я Сейчас Не могу Миллион Сентрик Купить Причем Тут Тинкер Я Блин Зачем Ты Руинишь Игру Сам Себе Реально Я Вытанковываю Сколько Бери Просто Играй Нормально Пофиг На всех Ты Играешь На Сларке Зачем Тебе Дагон Линка Да Я Понимаю Линка Топ Потому Что Там Некор Серж Дал Ломай Этого Петуха Ой Дал Грифсу Дал Стенку Отличную Просто Запрыгиваю Стенку Пара Давай 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 Хорошо Найс Три щита Могу за драку Кинуть В три щита Запиливать Это круто Все Есть Сейчас нормально Сларк Не разнылся Пошел Подрался Бару Я не доконтрил Уже Тут Репликой Ну пойдет В чем Сентре Там же Все Дохлые Го Дальше Три щита На секунду Четыре Можно кинуть До Пять Шесть На семь Секунд Тут можно Прямо Три щита Кинуть Смотрите Долго Держит Чистая С этим Сектарином Очень долго Можно Три щита Раскидывать Найс Сектарин Конечно Помогает Пушим Все Го Снайкс Понимаю Убегаем Убегаем Забываю Что Серж Серж Сбивает С этими Грифсами Забываю Ребят Дебафиться Просто Очень сильное Походу Очищение Надо попробовать Ультаппарат Поснимать Побудет ли Это работать Потому что Это идет Очень сильное Очищение Я так понимаю Потому что Если даже Положительный Баф свой Сносит Это круто Тини Тоже Догон Что ли Сделать Тини Баш Сразу Я понял Настин Как дела Называется Упса У меня сейчас Проблемы могут быть Мансуем Как Маген Жаль на себе Они не стакаются Прикиньте Три счета Себе накинуть О боже Да еще раз Баш Ты серьезно Ну наркоманский Тини Серьезно Боже Сколько баши У меня Просто Я понимаю Я Грифсы Даже нажать Не смогу Я сейчас Сдохнуть могу Куда Бесит Ты Бесишь Меня Ты Как же Ты Меня Бесишь Как же Ты Меня Бесишь На тини Боже Ну хватит Башить Относы Баши Буду умирать Тут Сейчас Щиты Щиты Регены Сакторина Как же Не зарешали Подбешивать Тини По страшному Ребята Это одна Кнопка Его реально Третий Спел Просто Сказочный Просто Я прыгнул Сейчас Я тут Себя Забашил Он Подходит Опять Забашил Блин Я не знаю Вот ребят Как у тини Пассивка Работает Там же Просто Шанс Если Ты В него Упираешься Типа Он Сработает Даже Пофиг Пьешь Ты Не Бьешь В инвизе Стоишь У тебя Просто Срабатывает Этот Баш И все Я Если Честно Вообще Этого Не понимаю Зачем Этот Спел Так Сделали Реально Гоу 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 Душить Щиты Есть На крипов Душим Бб Есть Вернее Бб Уже Нет Дальше Сейчас Реплика Будет Поставим Реплику В наглую Пойдем Пушайте Делать И все Завардимся Сейчас Отличненько Боже Три щита Как они Пилят Сказочно Вот так Вот раз Нет Там Ничего Так Вот два Что На топе Крипа Убить Вот этого Хотите Хорошо Гоу Поможем Пацану А боже А у меня Откинул Хорош Отлично Стенку Поставил Можно жить Ну ему просто Тинни Просто Бить Ему надо Бить Просто И все На Сларк Держи Держи Вот эту Штуку А Бара Бежит Пацаны Хилпуйте А гг Мне тут Гем Гем А ну дай Маша Палаха На Баре Куда Ты Побежал Серьезно На Мид Побежал Блин Ну забрали Гем Я типа ХЗ Почему Нету Помощи Нету Помощи Опять Подошел Бар Опять Забошел Ну мне Просто Не везет И опять Такая же Смерть От Колстнапа Кунка Забрал Гем Хотя Я ХЗ реально Жестко Душат Пацаны Рошу Что ли Идти Ну Роша Мы тоже Особо Не сможем Зайти Меня Напрягает То Что Там Тинни Одна Кнопка Просто Блин Самое Помойное Что Если Я Даже Сделаю Аганим То На Аганиме На Моей Иллюзии От Тинника Не будет Никакого Ни Сплэша Ничего Он Просто Будет Бить На 160 Типа На 140 Сколько Там Типа Процентов Типа Больше Будет Демедж На 40 Процентов Больше Чем Демедж Тинни Будет Наноситься Демедж Боже Какой же Настолько Простой Персонаж Этот Тинни Ребят Просто Посмотрите Много Демеджа Много ХП У него Ничего Толком Нету Аганим Армлет Аркана Даггер Лотар Все Больше У него Ничего Нету У него Вообще Никак Не Получается Опять Забашился Сейчас Еще Раз Забашился Крест Торрент Возвращай Поднялось Вот Теперь Ты Попал Молодец Но Только Дех Экшна Нету 17 Секунд Я рисую Если Надо Что-то Думать Что-то Надо Делать Потому Что-то Жестко Душат Я Не Знаю Актарин Есть Какие-то Артефакты Надо Делать Еще Другие По Типу Ну Попробовать Просто Через Радиенс Там Уйма Демеджа Тоже Ребята Это Классно Через Радиенс Тоже Классно Надо Через Радиенс Вам Катку Показать А я Собираюсь Просто Так Как Нужно Ну Была Фан Катка Через Радиенс Ну Не знаю Третью Игру Не Очень Хочется Играть Честно В Тинкероса Ловит Беги Так Отпусти Его Пусть Бежит Го Задушим Тине Вот Этого Помой Ну Хорошо Два Щита Есть Два Щита Будем Запилить Два Щита Пилим Даю Цепляй 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 Еще раз Щит Обновил Хорошо В помойку Просто Просто В помойку Оп Иди сюда Че Че Опа Нифига Че Че Иди сюда На На тебе Щиток Дадим Запиливать Так Как же Твой Бласт Достал Типа Ну Реально Че Че Опа Нифига Два Щита Го Это Когда-нибудь Попадешь Своим Блин Этим Сларк Не бойся Чего Ты боишься Чего Вы боитесь Ребят Сларк Боится Его Убиваем В три Щита В три Щита Генбэнг Посмотрите Какой Генбэнг В три Щита Инвокеру Плюс догон Еще там Сларк Дает Боже Сларк С догоном И имба Вообще Четыре Щита Даже Успеваешь Кинуть В три Щита Генбэнг Сделали Сларку Ой Сларку Инвокер Шесть Бара Чарж Дает На Сларк Хорошо Дальше Вот это Геймплей Найс Мне нравится Такая Карка Эй Гоу В три Щита Да Что Ты Меня Лупишь В три Щита Гоу А Посмотрите Что Делает Пацан На Сларке Догона Делает Че Сларк 23 Фрага На Догоне Делает Боже Ну Агрессивненький Сларк У нас Кусается Каками Кусается Че Кэнгбэнг Сделаем Ему В три Щита Рипер Блин Понимаю В три Щита В три Щита Из Догона Ласт Хит Скотина Хитрая Скотина Хитрая Гав 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 Прям Сларки С догонами Сларки С догонами Гайд Пишешь Да Уже Человек 8 Написал Так Ребят Что мы Делаем Давайте Купим Все Наверное До Картиночки Огоним Хотя бы Что Типа Мы Собрали Огоним Что Топовое Я обычно Так И делаю Ну Блин А че Если Если Уже Игра Закончилась Даже Еще Не успев Начаться Че Ж Сделать Все Отходим Играешь Еще Нет Уже Не буду Кидаем Пацану Даю Пацану Щит Напалка Напалка Может Закинуть Под Т Колодец Вернее В два Щита Пенетрируем Пацана В три Игощита Упса Тут Сейчас Че Типа На Рипера Улетит Один Лошок Ну Хоть Не На Рипера Улетел Я Понял Сларк Братан Мас Да Торнадо Поймай Прямо И Сан Страйк Под Ноги А Нет 30 Ассистов Добрый Вечер Я Дарксир У 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 Ну Надеюсь Вам Понравится Геймплей Геймплей Свообразный И знаете Как желательно Играйте С друзьями На данном Персонаже Возьмите Акса Прокачайте Щит На третьем Уровне Прокачайте Щит В двоечку И на разочек Сёрдж И Чтобы у вас В команде Был Акс Аксом Прокачайте Агр На раз И Третий На двоечку Или можно Агр даже На два раза Прокачать На третьем Левеле И попробуйте Кидайте Кидайте Щит ДС На себя Кидайте Сёрдж Аксу Даже не обязательно В принципе Щит кидать На себя И все И все И акс просто Бежит Агрит И вы убиваете Это будет топово Просто запомните С кем еще можно Еще можно сделать Это со Слордаром Попробуйте Также со Слордаром И Все Вот И все То есть как бы Ну Так это и работает Ребят То есть попробуйте Поиграть в команде Видите Даже со Сларком Прикольно это делать Сларк Видите Сларк тоже бежит Как бы Сларк прыгает И там пассивного демеджа Тоже очень много То есть поэтому Тоже и на Сларке Тоже это прикольно делать Желательно Чтобы это был Милишник Милишник Потому что тогда Ну Как бы На дальний бой Если кидаешь Что-то щит Зачем типа дальнику Подходить в упор Типа ребят Ну вы прекрасно Должны это понимать В общем Вот такая вот Каточка Ну она еще даже Даже продолжается Ну я вам уже поведал Несколько секретов То есть ребят То есть я надеюсь Вам эта информация Будет реально полезна Не знаю зачем Я тут сейчас буду На крипов щиты накидывать Потому что там крипы живые Ну-ка беги Догоняй всех там 7 секунд Побежит крип все догнал зачем ты меня возвращаешь хитрец хитрец так, что на мидлейне тени но нет у нас никакого детекшена гоу детекшен хоть какой-то хорошо душ, посмотрите как подойди в упор сюда ах ты же, блин, засранец, наедвокер но минус мана стенку главное поставить а боже, что за стенки а баров чарджет стенку проигнорил вообще а не, у него что-то иллюзия есть дай жить, пожалуйста ну пройди через стенку божечки что ж так-то жестко-то, а блин, посмотрите ну блин, она стенка, если честно помойная, она становится прям именно ровно перед персонажем то есть по-другому у вас никак не получится ее поставить, то есть вот так вот драки если вы быстро захотите стенку поставить это очень тяжело потому что стенка ставится именно ну вот передом вы стоите она вот перед вами так поставится то есть по-другому никак печально, но сейчас такая глупая драка что-то вроде не взначай за кунку впрягся, а типа нет, там минус кура будет не, 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 там минус кура будет линка, смотрите на кури висит баг видимо линку собра это сларка кура? это чья? это моя кура а почему линка внутри висит? боже, он убил тинкера смотрите, камень упал погиб просто погиб так, я понял хорошо я хочу первую начать драку я хочу прыгнуть со щитом кинуть валов реплика И засосать туда всех вакуумом То есть я хочу показать правильные драки То есть не вот то, что сейчас было Я стенку как-то поставил, она как-то стала так Хотя ставил там, допустим, в тине То есть, ну, это такое У тини есть кираса У меня геймплей на Дейси Так он, знаете, он немного скучный И в то же время интересно, но если в паре С кем-то будете играть, я вам говорю, вы не пожалеете Просто я вот, допустим, играю соло Мне тут даже не на кого особо рассчитывают То есть на сларка, сларк, который обижается И покупает догоны и пишет, что мы руинем Ну, я не знаю, кто тут виноват, а кто прав Давай ракетку, блинг Там, даггер сразу Так, ладно, поехали Побежали Банановые коробки собирай Давай-давай-давай, второй Поехали, я бегу Я бегу, есть дасты, ребят, есть дасты Настоящий? Волт, настоящий Салам алейкум Алейкум ассалам Салам Удачно, спасибо О, бары приберем Позже посмотрите, что творят Задроты Одного героя Протан, салам алейкум Гайд, визаги Какой визаги? Визаги уже было Если чё Визаж Был уже Гайд там тоже хороший на визажах был Не знаю, почему так, блин Пропускаете гайды, ребят Делаю гайды Уже сделал около 50 Я даже не знаю, сколько там уже гайдов сделал Типа, ну реально Гайдов много уже сделал А типа не смотрит, что ли Щиты накидываем просто, чтобы дефилось им тяжелее Можно просто на пассиве спамить Мы считаем Шиву еще можно сделать Шива тоже хороший артефакт Так Тинкерос в лицо сломали Там рипер, блин Типа Из-за рипера напряженно все это делают Так Ну, в мидлайн там крипы зашли О, я бегу Реплику хорошую поставить Просто Ой, как хорошо Реплика отличная, как обычно Ну и трон падает, ребят Ну вот такая вроде бредовая игра Не особо очень интересная Не знаю, хотел на самом деле Показать вам еще в Радиенс Данного персонажа То есть, тогда уже получается Более жесткий геймплей будет Но я не знаю, честно Дойдут ли у меня руки до этого Ну, наверное, вот так и оставим В принципе, две игры Две игры Вроде они такие, знаете, командные, ребят Персонаж Командный, сам по себе То есть, вы должны этого персонажа Одевать именно так То есть, ну, добавлять Худ Добавлять его в этот В Пайп, соответственно И тупо душить только так Я не знаю, как тут по-другому Можно этого персонажа отыграть То есть, это персонаж командный Соответственно, вот эти Вот билды Вот эти вот первые Вот эти три артефакта Это чисто его артефакты Другие артефакты Вам как бы Ну и в принципе Не нужно и не стоит делать Потому что Ну как не стоит? Это силуэт гейминг Хекс, конечно Шива хорошо зайдет Хорошо Акторин Аганим То есть, в зависимости от ситуации Если вам нужны контроли То, соответственно, хекс То есть, так примерно Этого персонажа и собираете В принципе, все На этом гайд закончен Я думаю И спасибо всем, кто посмотрел Кто подписался, ребят Поддержал лайком Оставил хороший комментарий И рад для вас сделать Такие гайды И фишки, соответственно, ребят Всем спасибо С вами был Азес И до скорого С вами был Азес